так всех приветствую сегодня воскресенье пыжик пока что без колес без дисков и так далее то есть разобран запчасти есть запчасти есть но как-то работа пошла так что реально и погода хорошая и ремонтировать можно на работу еще раз говорю пошла так что кузя еще ждет очереди чтобы его на ремонт отвезти и собирался сегодня ехать на мазу реки воронеж и походу стартер короче я его перед просто воронежем так как-то завел довольно подозрительно и это как подумал что аккумуляторы сели сейчас аккумуляторы и на зарядке постояли и и этот и спусковой вместе и все старте чик 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 это так вот короче в итоге выезжаем на шмеле на на длинной газели на газели 6 метров я уже выскочил на симфаропольку еще где-то 6 часов с хвостиком ехать еду конечно как бы заработок я не теряю можно сказать так вот впереди камера на полосу так зарабатываю но мазури конечно в этом месяце не очень я думал что вот же что если смотрели предыдущие видео вот же того вот это то есть 16 числа или до 17 до 16 стоял вообще не ну не было как бы на него работы и простоял почти там и 18 где-то так как бы я работал постоянно в то что на той машине на другой на третий там и на этой выезжал с верхней загрузкой если смотрели ролик и на на маленькой снежинке и ну короче движуха была чуть ли с ног не падал как говорится вы работали мы заработали зарабатывали а вот он стоял как в основном даже пустой стоял даже не как статус впереди камера на полосу вот стоял и тут как бы 16 17 это было в четверг надо было быть в воронеже вроде это было 17 выехала 16 вечером как сейчас хотя выехать хотел выехать что сегодня хотел выехать в обед где-то после обеда что на мазурики хотел выехать в обед но 16 числа я он простоял я его начал запускать и как-то типа стартер но я подумал что не стартер но получается как-то стартер он медленно крутился так вот этот раз покрутил второй раз как-то дома вообще еле еле крутил я подключил зарядное такое мощное на 590 ампер плюс аккумуляторы и так далее и как-то запустил я в прошлый раз запустил и подумал что аккумуляторы стояла машина аккумуляторы там и так далее просили и так далее хотя у меня даже вот это было еще где-то летом такой же как он постоял там недели две и была такая же хрень я подумал что это аккумуляторы у хозяина у меня телефон есть хозяина который я покупал и как бы мы общаемся так потихоньку понемногу по машине вас но позвонил хозяину так и так он горит аккумуляторы новые не знаю аккумуляторы новую ну короче завелся ездил как бы все все нормально последний раз вот это которые перед выездом я 1 а он не запускается думаю что такое за что за дела и короче запустил опять подумал про аккумуляторы и так далее сейчас опять правда я сегодня работал и из вернулся только в пять вечера хотел уехать после обеда вернулся в пять вечера думаю по-быстрому впереди камера на полосу заведу мазурика пускай проработается как бы там сложу инструмент в дорогу на всякий случай и поем и поеду и опять пару раз он покрутил первый раз но тоже медленовато как бутылку думаю опять аккумуляторы сели взял этот пусковое взял пусковое подключил вместе с пусковой монтоку а потом вообще перестал короче только включаешь он цик 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 думаю что такое в итоге короче впереди камера наползал клеммы с аккумулятора и прочистил все клеммы так чтобы контакт был хороший у меня есть вилка нагрузочная проверил вилкой аккумуляторы круче аккумуляторы хорошие держат нагрузку вроде зарядка есть может подсевшие конечно но зарядкой как бы это я на всякий случай еще прочистил клеммы все посмазывал там все хорошо и поставил собрал все обратно поставил еще где-то на минут на 30 на зарядку думаю может зарядиться сейчас чуть-чуть еще раз в итоге пришел спустя 30 минут вместе с пусковым но опять ток-ток-ток поклацало чуть я поднял кабину постучал по стартеру опустил кабину чтобы тоже передача чтобы не включилась опустил кабину и попробовал опять завести что-то вот так поддергался и опять ток-ток короче и так далее то есть по ходу что аккумулятор но я следующий ролик сниму напишите что там может быть ну я так подозреваю что это стартер ладно короче поедем на большой газели тут правда коробочка жужжит сколько собираюсь есть впереди камеры на полосу отвезти на ремонт поэтому чуть-чуть вот жужжит думаю съездим пусть потерпит вот так вот все машины все надо все требуют что-то делать ничего не успеваю я говорю я как белка в колесе туда-сюда и так далее ну хоть хотя бы какие-то заработки есть хоть это радует ладненько едем так в общем еду я вот слышите как машина работает вроде нормально а вот на пятую передачу включаю слышите как-то еще громче начала коробка жужжать я даже не знаю побаиваясь на ней ехать на этой пятой передаче чтобы она сейчас не рассыпалась я где-то не и поэтому наверное на четвертую четвертая даже с каким-то хрустом начала включаться синхронизатор или что вот поэтому руши осталось 150 км подъезжаем к серопуховскому посту по платке еду ну вот 70 80 на 4 передачи потихоньку я думаю доеду и уже надо надо снимать эту коробку потому что уже тянуть дальше некуда но я не то что специально тянул то что там экономил или что просто из реально некогда было и куча работы и куча ремонта надо это это делать а сейчас у меня получается и мазурик со стартером стал и вроде со стартером надеюсь и газелька с вот это с с коробкой коробку надо может завтра сниму отвезу в мастерскую чтоб ее починили липо может новую взять поставить а эту потом отремонтировать и пускай будет на замену если чтоб то что таскаешь на этой машине грузы тяжелые и как-то коробка но и долго не тянет не живет вот ну короче едем дай бог доехать доберемся и будем ремонтироваться как вы поняли я уже добрался добрался правда еще позавчера тут у нас продолжение продолжение погодка такая не сильно летная занимаюсь занимаюсь мазуриком хочу его поставить на ход чтобы он заводился и ездил я еще как приехал в тот же день снял клеммы подзарядил там на быструю зарядку сейчас еще поставлю и снял стартер стал снял стартер стартер проверил он не рабочий видео прикреплю так ну что получается вот этот втягивающий работает а если сюда на на движок это как бы постоянная подача это если напрямую как как он в как он работает в данном работал в данный момент сейчас заказал новый стартер сегодня ехал забрал поэтому сейчас сравним и будем устанавливать спрашивали по поводу синие газельки он стоит он и квадрик стоит и шевроле маленький квадрик вот мелкий стоит и прицеп трактор еще кстати надо отвезти на на ремонт ладонько идем сравнивать так вот два стартера у меня стоял такой вот видно а то и а то и а то и а то и такой стартер китайский скорее всего и походу он но он давнешний он уже долго стоял на машине такой стартер ну один из самых дешевых я купил автоэлектрика но это тоже китайский тоже один из самых дешевых по цене они примерно стартер я позже нашел я это нашел заказал а потом увидел тот по цене они в принципе одинаково вот они как бы одинаково если видно вот это автоэлектрика все поставим все равно хоть дешевый стартер хоть какой но приятно когда она новая блестит все все хорошо подсудим так что-то ладненько ставим пробуем так на что ребят я уже кабину поднял прожектора все установил вот один на стоечке светит сюда и вот чтобы не вот 2 еще такой подвесной прожектор купил таких 21 олегу подарю лягушка ко мне моя приехала первая приехала и уже используя 2 где-то в пути прожектора приехала сразу 21 подарю олегу и что-то думаю не знаю может быть все таки еще один возьму себе чтобы было таких вот на как стойка таких у меня 2 и 1 2 хватает один поэтому не брал вот стартер снят движок мокрый это вот в районе по прокладочки идет короче их масло так особо не уходит конечно но надо бы прокладочку заменить ладно ставим хотя сильно мокрый может это где-то отсюда течет вот мокрый все мокрое как будто только свежая машина вроде стоит а и придаешь тут же старте снимал я что-то пшикал еще заливал болты открутить в общем короче прокладочка однозначно надо поменять ладно тут вроде все сухо более меня руки дойдут буду заниматься то что это надо тоже так крутим стартер 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 принес вот сейчас будем его ставить на граф и хороший дай лапу дай лапу молодец молодец все и гуля поставил аккумулятор и пускай по заряжается на быстрой зарядку на 20 таймер на 30 не ставил таймер пускай по заряжается на улице уже тем темно еще 6 часов нету говорю что вот так я приспособился свет как бы все видно все хорошо но правда сейчас вот видно чуть чего-то чего-то летит не хватает ужасно помещение вот в этом месте вот это все уберусь и собираюсь поставить себе такой ангарчик в будущем когда это получится пока что неизвестно так болтики где-то отсюда пристроен это накрою крышкой чтобы не капал вот так все небольшой перекур все место приготовили и будем ставить я уже свет снял этот переношу выкручу в общем тут фонарик включу . поставил контакты почистил заводить буду завтра сейчас по ночи поставил еще раз на зарядку пускай зарядиться завтра клеммы подключим все посмотрим еще раз я хочу еще этот минусовой он куда-то уходит туда на раму залезть уже завтра залезть под машину и почистить контакт на на раме чтобы там был хороший сейчас не хочу ночью лазить и будем запускать так поставил стартер мазурик завелся буквально ну там с оборота 3 4 и стартер круть круть и так вот бодрочку тот еле-еле как-то этот бодрячкова так по мазурик на старте так что-то намечается не знаю будет не будет пока что молчат но как бы такие служки ходят может быть где-то на днях поедем вот вот первый запуск уже простоял на неделе полторы я приехал когда получается понедельник сегодня сегодня понедельник это только как говорится после того как я стартер снимал там и так далее ну и до этого четверо он приехал и до понедельник ну дней 10 он простоял как бы сломанный но стартер я правда поставил уже не знаю дня три назад когда он последний раз снимал потом опять некогда некогда часу решил залез туда там покрутил по брызгал клемму минусовую который наклонно она даже на коробку идет и сейчас поставил клеммы на аккумуляторные и думал запущу вроде все нормально завелся пускай сейчас поработает а мы будем собирать машину и пускай будет уже готово так то такие вот дела так клеммы я накинул замерзла все мороз включился монетах и печка непонятно как она включается выключается передачи сняли заводил тогда в один раз завел он поработал это было позавчера сейчас посмотрим что сейчас пойдем дай бог все нормально подкачать как тут встречающую накала работает как она теперь включаем печку пускай греется дует дуется обдувается так размораживается и вообще не видно ладно все пускай пускай работает молодец первый раз надо было тоже наверно подкачать чуть топлива но что то я тормознул с утра так развело уже я уже выехал еду ехать два с половиной часа еду в Калугу такое вот туманное морозное утро правда еще большого мороза нет честно даже не знаю сколько сейчас извините у меня нос завозило что опять аллергия выпил таблеток прокапался где-то должна пройти вот машина завелась видели как хотя вот позавчера она завелась намного лучше где-то с первого раза во первых и что-то оборотов даже было поменьше но может быть морозик чуть-чуть сыграл свое плюс то что я еще что-то с утра не проснулся или что и тормознул не прокачал топлива прошлый раз я прокачала и было как-то как-никак там плюс 5 там и так далее сегодня это по-любому минус и вот так вот завелась это первое второе у меня еще вопрос по заправке я в прошлом видео спрашивал насчет заправки вот этой как она там называется т т в о н и или как-то зеленая сейчас прикреплен кто знает может быть не смотрел прошлое видео тоже напишите в комментариях по поводу этой заправки я вот заправился у меня где-то ну грубо говоря четверть бака чуть поменьше наверное как большой как бы это и сейчас я приеду в колумбу вот такая дорога ничего не видно приеду в колумбу там во первых подешевле и во вторых чуть-чуть из расходу и 150 километров ехать чуть из расходу еще топлива и заправлюсь хотя бы роснефтью заправлюсь разбавлю вот это все посмотрим как будет дальше в общем так вот дорога плохая так что буду держаться и буду внимательный держаться за руль и буду повнимательной поэтому едем еще много чего сегодня тем более предпоследний день октября и пока ролик будет писаться до конца ролика уже будет понятно завтра куда-то я поеду на мази либо не поеду если я не поеду значит подведем итоги за месяц по базу хотя в этом месяце он мало ездил это вот вторая поездка у него так я уже на погрузочке сейчас 1030 короче эта машина там стояла в офисе уже в офисе состояла в офисе и я думал он будет первый то что это кто у него проблемы с документами и получилось что я первый так ладненько я документы уже подал будем ждать загрузки я загрузился отъехал 1230 два часа короче у меня на погрузку ушло документами совсем за закрываемся короче вот вместо осталось ну там до потолка вот до сюда до центра на потолка дальше на убыль короче у меня получается она это потом уберусь у меня получается получается две тонны 060 килограмм то есть грубо говоря две тонны две тонны 060 кубов 34 у меня где-то тут 40 так мы закрылись как зададим документы машина поработает погреется тоже на улице прохладненькая уже температура упала до нуля вот на этом сюда отдаем документы пошли так ну что я выскочил с калуги еду дорожка пустая ровная держу 75 80 машина машина идет легкую то что две тонны он две тонны практически не чувствует вот и ехать конечно часа четыре с хвостиком я уже там 420 было как-то так я уже прошел минут 20 усталость где-то четыре часа ехать вот едем все хорошо машинка идет это и нравится говорится в общем так вот пока я пока что тихо то есть сегодня предпоследний день я жду что подвести итоги если на завтра что-то выскочит на мазурике ну значит завтра поедем завтра будем считаться если на мазурике ничего не выскочит а там нужно подвести итоги по снежинке по маленькой газели она в этом месяце очень хорошо накатала как бы я улюда в первый месяц хорошо накатала и второй месяц хорошо накатала я как бы насчет это насчет снежинки даже удивился я я не рассчитывал такого планика короче едем и свою ждем может еще будет какие-то заявки на завтра и пока что этот рейс вот такой ролик конечно полоса получится у вас сильно растянутый я его наверное около двух недель снимал как есть показываю всю правду какая бывает что бывает и так далее то есть скрывать особо никого смысла нет я и себе для истории и вам для наглядности чтобы тоже понимали видели в общем такая картина по поводу заработков скажу сразу что не это не легко я уже в двадцать пятом году летом то есть через меньше чем через год получается у меня будет юбилей 20 лет в грузоперевозках так что имейте ввиду вот это как бы если начинать еще много чего надо делать тут уже правда уже наработал накатал клиентов и так далее то есть много чего было сделано чтобы в данный момент иметь какую-то более-менее работу я не хочу сказать что хорошая вот так более-менее планика едем я уже на мкаде толкаюсь уже наверное больше часа толкаюсь мне еще осталось 35 минут ехать сейчас 17 20 где-то без пяти 6 вот так я и думал буду на на выгрузке они работают там транспортная работают до 8 поэтому я успеваю в принципе нормально как бы выгрузиться и уехать но правда такой вот рейсик затянулся на целый день но ведь он пробка во первых те же раньше там едешь по 1 2 полосе как-то не очень быстро навигатор показывает одно со временем все увеличится в или увеличится его лично то есть вот так вот ползешь аккуратно на на пяти тоники то есть не газелька который выскочил туда по левее и погнал ладненько уже осталось и грубо 30 минут полчаса доедем и надеюсь что с выгрузкой не будет затянуто как-то надеюсь что приеду и как-то выгружаться буду сразу практически они стоят там еще полчаса час чего-то ждать но это как 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 сложится то есть вот так вот ладненько ползем дальше ну что я короче на выгрузке тут три фуры стоят и вот я такой вроде большой среди них мелкий мне уже начали выгружать буквально сразу же он мои палеты вы как катает я выгрузился уже еду уже час отъехал мне два часа было ехать до дома сейчас уже проехал вот так видишь по 2 1 2 полоса чуть подольше чем вот так вот на газельке вот там стал там в третий четвертый ряд и объезжаешь тут вот чуть сложнее конечно на этом и чуть дольше в общем еду я уже уже свободен уже закончил сейчас хочу у меня где-то чуть больше пол бака сейчас хочу заеду на газпром потому что я такие калуги не заправился во первых времени много было во вторых заправка по пути не попалась короче заправка поэтому думаю там круги нарезать экономить что-то то что тоже получится еще время кучу потеряю сейчас буду ехать у меня есть баллы баллами заправлюсь бесплатно на газпром нефть заправлюсь в этом там уже по троицкам посмотрим сколько там думаю ну сколько баллов сейчас посмотрю и залью литров наверно может сто залить залить литров сто и она разбавится там не 50 на 50 но думаю там процентов 35-40 разбавится и потому что как-то побоюсь уже ночью заморозки и вот как-то вот этот дизель который до той заправки что-то ну не дает не дает мне какой-то уверенности что мороз ударит посильнее и я заведусь поэтому на газпроме сейчас заль зальем заправляюсь на газпром газпром так не дешево конечно 66 30 но у меня сбер спасибо бесплатно как бы я включил на 90 литров я думаю нормально разбавить 90 литров на будущее на будущее туда и за следующую поездку у меня было как бы надо поменять вот эту это она на следующую поездку чтобы у меня был хотя бы разбавленный дизель они вот это что-то у меня он напрягает напрягает когда так вот все 90 литров нашло можно было и побольше но больше не хочу кто что-то дороговато отключу фонарик ну и так нормально почти полный так все поехали дальше так ну что ребят короче я заправился заправился мазурик ездит стартер новенький работает все как бы хорошо я сегодня тнул по видео увидели я сегодня целый целый день накатал наверное ну не наверное 150 километров мне от дома до загрузки было калугу 200 от загрузки на выгрузку и еще вот честно не помню ну вроде 66 там под 70 километров было домой то есть где-то 420 км сегодня накатал такой вот рисунок заработал ладно короче давайте итоги подведем я уже сказал что в этом месяце я выехал второй заказ один раз ездил воронеж второй раз я должен был быть тоже воронеже но ездил как бы в это видео в начале ездил на шмеле и вот этот третий раз то есть по факту два заказа мы сделали на на мазурике вот но этот но он умею еще работает как склад получается то что вот когда ездим ездим клиенты клиентам некуда выгружать я загружаюсь его оставляю им но они там выгружает естественным не доплачивают то есть как бы машина стоя тоже как бы работает стоя типа как свой склад в итоге за этот месяц получилось не густо за этот месяц получилось 130 тысяч рублей всего накатал на мазурике последний месяц сентябрь у меня вышло 830 и сейчас 130 получается 800 860 830 и 130 это 960 тысяч то есть 960 тысяч еще 40 не хватает до миллиона то есть не закрыли мы за пять месяцев не закрылся ну не закрыли мы покупку только а по поводу там писали что там как бы гсм и так далее я вам скажу что видно не видно я я на нем проехал в данный момент восемь с половиной тысяч километров то есть с момента покупки то есть по сегодняшний день он накатал восемь с половиной тысяч 500 километров он накатал только на регистрацию то что я пригнал его с алексина ездил тут в подольск не поставил кто помнит потом погнал обратно в коле в алексин приехал опять с алексина и там 500 километров я только на постановку на учет как бы на регистрацию я накатал а 8000 получается я накатал на работу но считаем все вместе то есть восемь с половиной тысяч под на данный момент если даже по 8000 разделить кому интересно насколько он живет там 18 литров мы считали плюс-минус 18 литров но можно посчитать сколько он съел солярки но я сейчас это не буду делать потому что я еще то что мы не закрыли все я еще наверное следующее я хочу просто знать когда я закроюсь закроюсь сумма покупки это первое закрою запчасти потому что я отремонтировал редуктор заплатил денег и купил стартер то есть редуктор 87 с копейками и стартер 7 300 там и так далее ну то есть 95 тысяч запчасти пускай будут стоить вот и плюс гсм то есть гсм не данные не в данный момент когда сейчас восемь с половиной тысяч а следующий месяц еще будет пробег какой-то и уже по концовке следующего месяца я надеюсь что я уже на следующем месяце закроюсь полностью он извиняюсь мы посчитаем стоимость покупки стоимость запчастей стоимость этого топлива и даже включим туда всякие то и на посмотрим короче сделаем дебет скребетом и подведем уже полный итог на данный момент за октябрь месяц он накатал 960 тысяч рублей то есть накатал 960 это грязными без ничего но на следующий месяц я надеюсь уже закроемся но уже полный будет расчет полный кому интересно подписывайтесь смотрите на этом все ребят всем всего хорошего я подъезжаю пока увидимся до скорых встреч пока пока